И сейчас, 72 года спустя, при этих словах испытываешь волнение. Слушают их внуки и правнуки фронтовиков. На мемориал вместе с другими сочинцами пришло немало представителей молодежных организаций, в том числе военно-патриотических клубов. Сложно было отобрать ребят. Все хотели ребят. У нас занимается более ста ребят, и все хотели попасть именно сюда. Причину, по которой они сюда пришли, практически все называют одну – уважение к подвигу фронтовиков. В подтверждение тому – время, выбранное для акции. Во многих городах она проходит в вечернее время, в утренние часы. А вот именно молодежь Сочи выражает мнение, что приходить на мемориал славы в городе Сочи именно в 4 утра, именно в те часы, когда началась эта страшная война. Спустя несколько часов на мемориале вновь многолюдно. Юлия Олейник пришла с маленькими сыновьями. Это сейчас возрождаем, наверное, это. Вот приучаем пятилетних детей, чтобы они помнили. Фронтовики, молодежь к вечному огнёне поднимаются вместе. Пышные венки и простые цветы ложатся на гранит рядом. Чтобы идти и побеждать, нужно помнить о прошлом. В городе Сочи чтят эти традиции. С этой памяти мы все должны вынести одно, что такое слово, как фашизм, больше в будущем не может повториться. Ветераны, дети и внуки войны. Не первый раз они собираются вместе, и верится не последний. Именно здесь нашли последний покой сотни солдат и офицеров, которым в годы войны, несмотря на усилия врачей города-госпиталя, не удалось выжить. Это место стало своеобразным центром памяти под открытым небом, которое постоянно привлекает внимание. Вот и сейчас, возложив цветы, люди не спешат разойтись, вспоминая о прошлом и думая о будущем. Продолжение следует...